В российском офисе Toyota, продвигая пикап Hilux, придерживались простой парадигмы. Бензиновым атмосферником оснащалась лишь базовая версия, а всем остальным полагались турбодизели, послабже и помощнее. Но теперь бензиновый вариант Hilux обзавёлся исполнением Prestige. С автоматической коробкой, двухзонным климатом, 8-дюймовым тачскрином медиасистемы и комбинированной отделкой салона. Правда, несмотря на название, такой пикап трудно назвать действительно престижным. Человек, что отдаст свыше 3 миллионов рублей, наверняка удивится отсутствию бесключевого доступа, а также электроприводу только водительского кресла. Этой весной Lexus обновил бизнес-седан ES. Правда, снаружи распознать послереформенную версию смогут лишь истинные фанаты марки. Она отличается свежим рисунком решётки, да немного подретушированной оптикой. Светодиодные фары вдобавок обзавелись продвинутой системой адаптивного освещения. За счёт двух вращающихся зеркал лучше освещается обочина, что помогает электронике распознать пешеходов на расстоянии 56 метров вместо прежних 32. Разбирая ретушь интерьера, можно подметить, что экран медиасистемы выехал немного вперёд, сместив ниже дефлектора вентиляции. А всё потому, что дисплей стал сенсорным, и в прежнем положении водитель до него не дотянулся бы. Под капотом свои новшества. Двухлитровый атмосферник уступил место более современному аналогу такого же объёма. Мощность осталась прежней, но максимальный крутящий момент немного подрос. Вместо шестиступенчатого автомата отныне установлен вариатор. Также некоторые доработки коснулись ходовой части. Модернизированные амортизаторы должны уменьшить раскачку, а жёсткие распорки задней подвески добавить стабильности при резких перестроениях. Перекалиброванный усилитель тормозов гарантирует более прогнозируемое усилие на педали. Кстати, сама педаль обзавелась более надёжным креплением и крупной накладкой. Вроде мелочи, но правильные. Для драйверского исполнения F-Sport впервые предложен специальный пакет, что включает адаптивные амортизаторы и дополнительные режимы ездовой электроники. Наконец, седан обзавёлся улучшенной версией комплекса безопасности Lexus Safety System Plus. Стартовая цена на ЕС после модернизации увеличилась на скромные 60 тысяч, но полный прайс-лист представительства предъявят лишь через несколько недель, когда начнутся отгрузки первых тиражей новинки дилерам.